Доктор Дядя Миша Русский язык Текст повествования Как писать изложение Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач Сейчас на пенсии А это мой друг, немецкая овчарка Алтай Он тоже с вами здоровается Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому Они брат и сестра Верочка учится в третьем классе А Фома в восьмом Он помогает сестренке в учебе А если вопрос сложный Мы стараемся разобраться вместе А вот и они Да-да, сейчас открою Здравствуйте, Михаил Гаврилович Добрый день, дядя Миша Приветствую вас, друзья мои Проходите в комнату Присаживайтесь Давайте чашки А это рыбный пирог Угощайтесь О, очень вкусно Спасибо Верочка, да что такое? Понимаете, я писала на уроке изложений Но увлеклась и прибавила кое-что от себя Так мне показалось красочнее и выразительнее Текст получился интересный Мне Вера потом дала прочитать А в чем тогда проблема? Ай, оценку мне снизили Как же так? Я ведь старалась как лучше Хм Дело в том, что творческая фантазия Это прекрасно Но задача-то стояла другая Вы о чем? Если ты пишешь изложение Нужно пересказать слова автора Своими словами Не добавляя от себя Никаких вольных подробностей Вообще-то да Это же не сочинение Ну, неужели это так важно? Подумаешь, немного добавила Что-то местами поменяла А как же? Конечно, важно Ведь, может, такая путаница получится Вот, например, как в сказке о царе Салтане Когда злые сестры-царицы забрали письмо к царю Помните? Конечно Они от себя там такого понаписали Я даже наизусть помню Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь Не мышонка, не лягушку А неведому зверюшку И царь так расстроился Но велел ждать его возвращения А ткачиха с поварихой С сватьей бабой-бабарихой Опять письмо поменяли И тоже все там по-своему переписали Так что царицу с сыном Заточили в бочку И бросили в море Вот что бывает От всякой отсебятины Хм, я не думала об этом И потом Они-то со злым умыслом это делали А я так, для красоты Ну я не против красоты Но тебе надо учиться Точно выполнять инструкции учителя Это важно Согласна Ведь чтобы правильно писать изложение Нужно выполнить определенные правила Правила? Зачем? Слушай и пиши Ты ошибаешься, Верочка Давай-ка обо всем по порядку Сначала я вам прочитаю текст Сейчас Возьмем отрывок из рассказа Константина Паустовского «Зайчьи лапы» Готовы слушать? Да Готовы Итак Дед пошел охотиться к озеру Леса стояли сухие Но вдруг с юга потянуло гарью Поднялся ветер Дым густел Стало трудно дышать Дед понял, что начался лесной пожар Огонь идет прямо на него Ветер перешел в ураган Дед побежал по кочкам Спотыкался, падал А сзади был слышен гул и треск огня В это время из-под ног деда Выскочил заяц Дед обрадовался Он знал, что звери лучше человека чуют Откуда идет огонь Они всегда спасаются Дед побежал за зайцем И он вывел его из огня Они выбежали из леса И оба упали от усталости Дед подобрал зайца И пошел домой Ого! Какой интересный рассказ Столько всего тут произошло Даже не знаю, с чего начать Одна из основных задач Определить тему произведения О ком и о чем говорится в тексте Как его можно озаглавить Здесь говорится о том, что дед пошел в лес Начался пожар Дед побежал за зайцем И спасся Хм, ну, мысль ты выразила правильно Но длинновато А заглавие должно быть коротким Мне кажется, этот отрывок Можно озаглавить Как заяц деда спас Что думаешь, Вера? Мне нравится Следующим этапом нужно понять Какой текст перед нами? Повествование или описание? Это текст повествования Потому что перед нами несколько картин А не одна Если бы была одна Это был бы текст описания Правильно Теперь составим план пересказа Для этого нужно задать вопросы к тексту И еще Когда мы учились писать изложения Учительница говорила, что надо Представлять себе картины Которые предстают перед нами Ну, в нашем воображении Очень хорошее дополнение Давайте попробуем Итак, где охотился дед? У озера Но какое это было озеро? В рассказе не говорится Поэтому и я ничего добавлять не буду Правильно? Да Второй вопрос Почему начался лесной пожар? В тексте сказано, что леса стояли сухие Значит, было жарко Поэтому и загорелось Я представила себе картину сухого леса Берег озера Дед выходит на поляну Вдруг поднимается сильный ветер Дым густеет Становится трудно дышать Огонь идет прямо на деда Ветер перешел в ураган Дед побежал по кочкам Спотыкался, падал А сзади был слышен гул и треск огня Страшно Так, молодцы Какие пункты мы выделим для плана? Получается, первый пункт плана Где охотился дед? А второй Почему начался пожар в лесу? Так и запишем Хорошо, дальше В это время из-под ног деда выскочил заяц Дед обрадовался А почему, как ты думаешь? Потому что он знал, что звери лучше человека чуют Откуда идет огонь Они всегда спасаются И что же сделал дед, когда увидел заяца? Он побежал за зверьком И тот вывел его из огня Они выбежали из леса И оба упали от усталости Дед подобрал заяца и пошел домой Значит, кто помог спастись пожилому охотнику? Зайчик! Куда бежал зверек? Туда, где нет огня Почему дед побежал за зайцем? Он знал, что звери чувствуют, откуда идет огонь и знают, куда бежать Деду удалось спастись от пожара? Да! Фома, ты записал вопросы к нашему плану изложения? Конечно, Михаил Гаврилович Ну что же, Вера Вот тебе листок и ручка Фома даст тебе план Держи, Вера И ты, глядя в этот план, попробуешь написать изложение А потом мы вместе его проверим, хорошо? Да! Начали! Ну что, готово? Готово! Давай проверим Угу, так, так, ага Ну как, дядя Миша? Ну, неплохо Вот здесь смотри, ты несколько раз подряд повторяешь слово «заяц» А разве это неправильно? В изложении нужно избегать повторения одного и того же слова Надо подбирать синонимы Как еще можно назвать зайца? Зверек, зайчишка, зайчонок Хорошо, а вот тут ты часто повторяешь слово «дед» Да, но ведь так главный герой назван у Паустовского Согласен И все же, как еще можно назвать персонажа рассказа? Дедушка, старичок, пожилой охотник Правильно А вот здесь ты написала «В это время из-под ног деда выстрелил заяц» Что ты хотела этим сказать? Что он выскочил стремительно и как, полетел? Я понял твою мысль, но здесь ты неверно употребила слово Мне кажется, тут можно сказать, что заяц стремительно выскочил из-под ног деда И пулей пустился на утек Так можно сказать Но тогда мы исказим факты А этого в изложении делать нельзя Давайте еще раз прочитаем, как было у автора Фома В это время из-под ног деда выскочил заяц Дед обрадовался Он знал, что звери лучше человека чуют, откуда идет огонь Они всегда спасаются Дед побежал за зайцем, и он вывел его из огня Вот видите, тут нигде не сказано, что заяц бежал особенно быстро Возможно, что наоборот Ведь вокруг был дым, тяжело дышать Ясно А вот здесь, в самом начале, Вера, у тебя нарушена последовательность событий Где? Ты написала, что дым густел, стало трудно дышать, поднялся ветер А на самом деле было наоборот Сначала поднялся ветер, он-то и пригнал густой дым Понятно Знаете, доктор, а ведь это очень полезный текст Почему ты так считаешь? Ведь если знать, как дед, что животные всегда чуют, как спастись от огня То надо бежать за ними Ой, а ведь если бы я неправильно написала изложение И его бы прочитал человек и потом попал в такую ситуацию Он ведь мог бы и не спастись Ну, это, конечно, ты немного сгущаешь краски Но писать изложение нужно строго по тексту Сохраняя последовательность событий и ничего не прибавлять от себя А сочинять нужно, когда пишешь сочинение Правильно, ребята, но это уже другая тема Вы научите меня писать сочинение? Обязательно, Вера А я помогу Спасибо вам, Михаил Гаврилович И тебе, Фома Да не за что Надеюсь, тебе было интересно Конечно Спасибо вам, Михаил Гаврилович Нам уже пора домой Да, пора До свидания До свидания До новых встреч, друзья мои Приходите еще Мы с Алтаем всегда вам рады Неси Алтай Ошейник свой чудесный Вновь доктор дядя Миша ждет гостей Нам предстоит немало путешествий Вопросов, разговоров, новостей Со столом друзьям не тесно Разговор идет живой Будет в школе интересно Вместе с Верой И вам Защит Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...